всем доброго дня давно не виделись я соскучился уже по вам не знаю как вы по мне вот то есть на почту сегодня уже одно письмо получил то есть вопрос типа вопроса что как бы не знаю мол чем я сейчас занимаюсь куда смотрю в какую сторону как говорится вот вчера такое же письмо пришло субботу в пятницу одно и то же ну блин если вам интересно тогда что ж давайте покажу занимаюсь мастерской принципе по малу сразу хочу так говорится потому что сейчас жар трачу все силы все время в основном вот покажу это вот оправы заготовки акриловые вот к этому заказу то есть все сейчас жду подтверждение то есть по поводу эрлов тут ладно как всегда завел больше на один и правильно сделал керном переигрался и вот поэтому всегда завожу больше что кленов что оправ хотя бы на одну штуку на больше чтобы они были как поддержка а сейчас я занимаюсь не буду называть имен фамилий очень хорошим человеку постоянным заказчику он захотел вот к этому лезвию вот с такой вот оправой захотел g10 g10 вот такую то есть с модными такими вот окончаниями легкую тонкую упругую прям конкретно ночью я понимаю этот выбор я бы сам бы так захотел если честно и вот поэтому я сейчас ее вот забахал то есть осталось сейчас собрать клинышек там подогнать все это чтобы заработала нужно с этим материалом я не переживаю всегда заработают идеально лучше чем чем-либо не будет такой прям серьезная такая классная права мне лично вот этот по нраву лично это мое интересно Причина оказалась в том, я просто спросил о чем, сразу же понятно стало, то есть человек постоянно бреется бритвами, постоянно правит, сам то есть не затачивает, как я вам говорю, то есть заточка это заточка вечная, ее не нужно там то и дело бегать, там перетачивать, подзатачивать, отправлять, что-то там еще на каких-то камнях, только ремень пасты ГОИ, все. Объясню, почему произошли такие вот изменения, это не критично, я ее естественно когда соберу, я ее перетащу, в идеал загоню, прям идеальный, но хочу объяснить две вещи, к примеру, вот часто, очень часто меня спрашивают, а почему не на чистом ремне, а на пастированном, именно ГОИ, давайте с этого начну, сразу же скажу, что это не утверждение для всех, как правило, это просто информация от меня, те, кто не готов слушать информацию от меня, не слушайте, то есть это мой многолетний опыт, это опыт моего деда, и поэтому отец у меня также все делал, то есть были другие варианты, пробовали другие варианты, но только один вариант работает, в нашем случае, и что получается, вот в чем разница, допустим, чистый ремень, пастированный ремень, это к примеру, сейчас я вам покажу, одну секунду, у меня как раз здесь валяется кусок наждачки, вот наждачка кусок, какая-то, не знаю, давно валяется, лет двадцать уже, и короче говоря, вот смотрите, в чем разница, и это будет, мне кажется, проще простого. Субтитры создавал DimaTorzok Сам принцип, вот это пастированный так вот будет работать, а этот будет так не работать в чистый ремень. Чистый ремень хорошо ронять заусенец после заточки, если он там есть, к примеру, или там вытянутый такая есть, он тоже заусенцем называется, опять же, зачем там говорить, что там что-то вытягивается, затягивается, что-то еще, это заусенец, как ни крути, просто он выглядит по-разному, иногда он выглядит как микропила, иногда он выглядит как лепесток, но его хорошо ронять, да, на чистом ремне, тем более даже желательно, потому что первая вот эта правка, вот этот заусенец при этой правке крошится, он мельчайший, да, но его видно на отблеск, он поблескивает так, и вот если будет постированный ремень, то эти кусочки попадут в пасту, и оттуда уже они, ну, не вот прям радостно выпрыгнут, а с чистого ремня они радостно скатятся, и все. Но потом, сами понимаете, как на наждачке, вы будете или тереть фустую, и ждать, когда уже бритва полностью сядет, чтобы ее переточить полностью камнями, то есть пройтись, или вы будете постоянно подтачивать на постированной стороне, и она будет постоянно затачиваться. Продолжу эту тему. Затачиваться она будет очень даже интересна. Почему? Потому что паста ГОИ мельче любого финишного камня, если в гридности так считать. То есть, к примеру, вот у вас, ну, просто округлено так, на вскидку, просто так, чтобы ориентировочно иметь понятие, допустим, камень у вас, допустим, ну, 12 тысяч грид, давайте так скажем, ну, или 15 тысяч грид, не особо имеет значение, давайте курулим, 15 тысяч грид, финишник, камень. То есть все бы хорошо, да? Все в блеск, он там зеркало сделает, все. А паста ГОИ, это примерно как... И становилось только лучше и лучше. Самое главное, чтобы вот не переборщить с прогибом ремня. То есть желательно его так в среднем потянуть, чтобы он особо не прогибался, но не слишком сильно натянут был. И бритвку к ремню не прижимайте, а только прикладывайте плотно. А нажимать не надо, иначе там будет провикса, и вот провикса закатает острие, и бритва станет нерезвой. Все по этому поводу. И по второму вопросу. То есть, вот, пример, вот этот бритв, когда я говорил, имеются выступы, такие микро-выступы, их только там с хорошим увеличением видно. Но даже на глаз, если посмотреться, и на отблеск, то их тоже видно. Почему так произошло? Произошло потому, что много в интернете информации о том, что бритвы нужно править не на кожном ремне. Я уж не скажу там, про какие-то берестяные какие-то ремни там, панеры. А нужно править на, к примеру, том же брезенте, там какой-то еще есть линяной ремень, вот такие вещи. То есть, вот этого вам точно не надо. Произошло там на стрие бритвы, вот эти вот такие выступы оставшиеся, то есть, это сталь, которая не успела еще слететь с острия, потому что острие очень агрессивное, то есть, прыгает на этих... Давайте я покажу, об этом. О чем тут говорить-то? Говорить можно много, показать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если в интернете вы слышите такую информацию или вообще от кого-то либо, что нужно на брезенте, там каком-то вот этом пожарный шланг, это тоже брезент, только более крупный и пошив. Не надо вот этого слушаться дальше, вот в эту тему, потому что... Ну, в следующий раз вам посоветуют по асфальту. Вот реально. Ну, просто кожаный ремень, это уже агрессивный такой инструмент, которого вполне достаточно, и не мало, и не много, именно для острия бритвы, вот этого тонкого острия. То есть, такого острия больше нет нигде, даже стамески, когда затачивают стамески, они вроде острые, они идеальные, но до бритвы им далеко. Тут острие, всем остриям острие, поэтому нужно как-то немного вот так вот ограничиваться в фантазиях, над чем править, и не слушать особо ничего. Просто поймите, что это обычный инструмент, что это, так вот, примерно, ножницы, что порезать, примерно, там, так вот. То есть, ну, это бритва, но поддерживать себе остроту, как положено поддерживать, вы ножницы тоже, к примеру, не будете где-то там, например, сами его затачиваете, да? Вы же не станете, к примеру, затачивать там на крупном, каком-то алмазном круге, который издерет там эту всю заточку, и ножницы будут грубо резать. Вы на мелком алмазе, естественно, это сделаете. Вот так же и тут, не надо вот этих вот лишних делов. А все это, откуда идет, я знаю. То есть, вы все знаете, откуда вы это идет. Вы явно не раз натыкались на такую информацию, что брезент, это, он рулит, типа. Вот не надо рулить брезентом. Да, еще хотел сказать пару слов по заточке. Кстати, вот бритвка я уже собрал, заточил. И, в общем, все будет хорошо. Уж у него тем более, потому что он мой постоянно заказчик. Он заказчик уже многолетним стажем. И поэтому, то есть, он просто адекватно, адекватно относится ко мне, к моей работе, к моим вообще мыслям, идеям и прочим, прочим, прочим. Поэтому, у такого человека всегда все будет хорошо, потому что он по-человечески, и я, естественно, по-человечески. Вот. Дальше что? По заточке. К примеру, был недавно случай, опять же, фамилии, имена не называю. Само собой, это будет очень неправильно с моей стороны. Я просто расскажу вам историю. Отправляю бритвку. Отправляю бритвку. То есть, у человека очень много сомнений. Максимально много. То есть, столько много сомнений я еще не встречал никогда. Поэтому, я просто был уверен, что бритвка приедет обратно. А было условие такое, если что вдруг, что не так, то вот и вышлем обратно. То есть, пришла бритвка. Ну, человека понятно, что у него много сомнений. Но он, как бы, пользователь. И это естественно. Вот, заказчик отнес заточнику. То есть, опять же, не буду говорить, кто и что. Заточник в Москве находится. Но их там много. Есть там в Москве отличные заточники. Есть посредственные. Есть никакие. И вот он отнес к заточнику, дамасскую бритву. И так и так, мол, говорит, я ее отправляю обратно. Ну, я даже и вообще не сомневался. Дело не в этом. Заточник что? Попробовал ее на тысячном камне пошарахать. Там или 800, или тысячном. Говорит, ой, что-то там крошится. Отдавал он заточку. Это раз. Во-вторых, если он заточник. И то есть, он не тупо выполняет какие-то одни и те же движения, а думает головой. Хорошенько думает. То есть, тут надо подумать, да? Допустим, вы же берете, вот, например, железяку. Пробуете сверлить. Она не сверлится. Закаленная. Что вы делаете? Вы ее или отпускаете, или берете сверло какое-то там с победитом, к примеру, если вам не важно, там, калибровка диаметра. И фигарите уже по-другому, как бы, да? Так же и с бритвами. То есть, надо включить голову. А почему так происходит? Вот. Ну, просто очень много заточников хороших. Очень много. Которым все равно, какая бритва. Хоть из алмаза. Они заточат ее в легкую. Это тот же вот Левченко с Украины, если взять, например, Бадулай. В России тут на Урале есть заточники. То есть, ну, блин, я теперь точно плотно возьмусь за список, которые все откладываю и откладываю. И с помощью, то есть, своих друзей то есть, соберу список полноценных контактов с такими заточниками, которые могут заточить все, что угодно. И вывешу у себя на сайте, прямо на видном месте. Чтобы больше не было вопросов ни у кого, что так возможно, невозможно. В данном случае я объясню, почему так получилось. Потому что твердая сталь, да? Тонкая подводка. То есть, вот, представляете, это на 800 или 1000 камне. То есть, опять же, они камни все... Камень и камню рознь, но... Есть камни грубой такой консистенции, как бы. Даже на ощупь, не знаю, с виду. Это вот, опять же, я повторюсь по поводу асфальта. То есть, ну, если на асфальте прокатить, то там вообще выкрашится прям кусками громко-то, правильно? Почему она у меня не выкрашивается? И у многих там, из заточников, которые включают голову. А потому что они берут сразу же не 1000 камень, а как минимум 3000 или 6000. А почему? Потому что сталь жесткая. Зачем ее вот по асфальту подрягать, по этим вот кочкам? Ну, еще бы взяли, как бы, там сотый какой-то номер, да? Или вообще там с таким вот зерном. Что будет в итоге? Вот, это не мягкая бритва, это не сырая сталь, это закаленная сталь. Поэтому к ней подход немного другой. Чуть-чуть другой, но просто надо подумать об этом. Вот если я начинаю, например, точить все с 6000, начиная, то есть, кромку я еще могу покрупнее что-то взять, но там не абразив у меня совсем уже, то есть, как бы, ну, то есть, он, как вы объясните, он не печеный. Вот круг, взять обычный круг, например, точила, там печеный, он и пекут этот абразив, у меня нет. Вот, и поэтому там нет таких вот грубых выскочек, таких вот мощных, которые над плоскостью торчат. И я на этом вот инструменте произвожу, то есть, формирование кромки по-грубому, а потом сразу же перехожу на 6000 искусственный камень. Вот в чем смысл. И все, то есть, и вот, 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 все, вопрос решен. Никаких там сколов, никаких там крошу нету, ничего нету. Просто не надо путать, как говорится, гвоздь сырой и закаленную полноценную сталь. То есть, сталь, она изначально, вот, вот, когда стали вот люди сделали, то есть, они вот изначально ее просто брали и думали, так, она обязательно будет закаливаться. Потому что это сталь-3, нет. Сталь-3, там, это вот, ворота вам там варят из нее, вот, гвозди те же самые делают, там не нужна закалка. А марку стали, нормальную марку, ее уже изначально задумывают под термообработку. И если ее не закалить, то, в принципе, я даже не знаю, это как вот взять, например, клей, где две консистенции, допустим. Принцессы технологического. Вот это смешивание вот этих двух консистенций, которые в совокупности дают высыхание и затвердевание, то есть, как бы, клеится все. То есть, клей затвердевает и все схватывает между собой детали. Если вы воспользуетесь только одним пузырьком, то получится, что он у вас будет просто липнуть. И все. Но не переклеится. Так же и вот с маркой стали, стали полноценной. Если ее не закалить, то, в принципе, ее получится, как вот вы попользовались одним тюбиком. Лея. Вот вроде бы как. По поводу вот заточки вот так, твердых стали, и опять же, то есть, выражаю... Му-у-у-у. И попробую просто так, как говорится, потестировать. Я люблю это дело. А потом он у меня как нож на подрезку уйдет. Потому что есть рабочего всего. Вот сколько осталось. Всего-то. Все остальное не рабочее. Ну, в итоге осталось 11 штук, и 11 штук меня все забирают. То есть, ни одной бритвки не попадет на сайт. Что дальше буду делать? Вот честно сказать, не знаю, не задумывался. Единственное, что я могу уверенно сказать, что я буду делать вогнутость. Вот типа вот такой вот вогнутости. Это будет одна четвертая, одна вторая, что-то из этих вот... Потому что это для меня проще, для меня дешевле, для вас только дешевле, хотя тоже проще. Проще в чем? В использовании. То есть, неприхотливый материал. То есть, дешевле ценник. Никакого ухода. Никаких там думок, что ее поведет, покосит что-то где-то за веку, закрутит, как, к примеру, вот часто у меня так бывает с рогом натуральным. Или лопнет где-то что-то там, например, какой-то подтяжкой. Ну, акрил тоже может лопнуть, если ее перетянуть. Но если, к примеру, кость перетянуть вот такую, то она, естественно, лопнет в первую очередь в самый такой неподходящий момент, когда даже этого не ждешь. Но это не в основном. Я не понимаю.